следующий этап работы это я с помощью контура бронзового таировского буду делать роспись росписи я буду делать ровно по тем расписным картинкам распечаткам которые уже есть то есть я не буду ничего выдумывать я местами просто то что здесь есть я обведу грубо говоря да то есть чем прекрасен этот принт надо здесь изначально не рисовать ничего переводить просто можно его спокойно обводить то есть для этого я беру контур с длинным наконечником и салфетку обязательно потому что из контура все равно при моменте когда давим существует из него немножко выходит краска контур у меня для стекла но это не критично мне очень нравится достаточно плотный все и буквально по тому рисунку какой у меня здесь имеется я начинаю обводить работа очень требует аккуратности слегка ювелирная поэтому здесь лучше это все делать молча сразу скажу особенность работы с контуром это главное держать руку и когда ведешь не отпускать линию приходит это все с опытом соответственно сразу нет когда ты очень часто что-то делаешь что-то рисуешь что-то будешь с опытом приходит естественно и рисунок с контуром здесь достаточно мелкий получился принт на распечатки поэтому мелко работа точная вот таким вот образом я начинаю все прорисовывать то есть вот нюансы главное он сказала то есть это наконечник это салфетка постоянно когда что-то выходит этого наконечника надо это все убирать на салфетку и рисовать проводить не отрывая стараться можно делать переводками это все пытаться рисовать ну вот в цвет бронзы я подобрала сейчас мне надо будет бака эти все перерисовать так как под камеру здесь надо менять положение все не совсем будет удобно то есть я замолкаю и буду это все вырисовывать немножко под камеру а потом уже без камеры можно выборочно не обязательно весь рисунок прорисовывать смотрится это очень эффектно я уже это использовала на работе на опять же на фолианте повторюсь то есть этот рисунок эти распечатки я делала на блокноте я делала на книге шкатулки смотрится великолепно любят их покупатели на ура уходит поэтому я решила попробовать именно такие же распечатки на изделие таком как шкатулка здесь у меня еще будут филиграни приклеены одно другом не мешает простиганические там а и и о и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь я беру влажную салфетку и немножко прохожусь влажной салфеткой по фурнитуре. Остался блеск, но он такой незначительный, сильно я не вытираю, слегка. Можно оставить так, как есть. Потом, когда буду примерять на работу, буду смотреть. Нравится мне этот винтажный блеск, эта старина. Или необходимо либо поярче, либо еще пригушить. Ну и внутреннюю часть я тоже сейчас доделаю. После того, как подсохли боковинки, они абсолютно по-разному смотрятся, абсолютно по-разному окислились. Интересно, казалось бы, все то же самое, но по каким-то причинам разные эффекты получаются. Но от этого изделия нисколько не будет смотреться хуже. И если образуются какие-то после того, как это все высохло, места, где клей отходит, а это будет, потому что местами сыпалась присыпка. И, соответственно, где присыпка, лак, не клей, извините, а лак, он будет отходить. То есть, прям беру и начинаю это все делать, либо аккуратно шкуркой проходить, убирать это все, либо руками, чтобы, главное, не убрать сам эффект золота, чтобы не сковырнуть золото. Поэтому аккуратно прохожусь, выковыриваю все, что будет отставать от работы. Все, после этого уже все. Работа сделана, и потом она пойдет уже спокойно, абсолютно спокойно, все лишнее уберется. Можно с помощью кисточки это все, кисточку щетиной проходить и выметывать. Ну, это надо вот, когда начнете делать, поймете, о чем я говорю. Не бойтесь, что там что-то где-то отходит. Прям берем лак и убираем. Либо его, когда он очень хорошо уже высохнет, он будет прям такой, как бы, с королупочками какими-то такими. Можно это все пошкурить, и оно отойдет. Вот как-то так внутри окрашено. Можно будет тоже полакировать. Дальше, продолжаю декор дальше. Я перехожу к финалу декора своей шкатулки. Мне необходимо задекорировать грань метальона. Для этого мне понадобится вот такая вот полимерная запекаемая глина фирмы FIMO. Инструкция по применению есть на самой этикетке. Там все написано. Есть глины сейчас абсолютно разные. Но вот у нас только вот такой вот фирмы. Для безразницы, какой цвет этой глины, это не имеет никакого значения. Надо ее очень хорошо разогреть в руках, чтобы она была достаточно такой эластичной, теплой. Вспоминаем школу, вспоминаем, как мы работали с пластилином. То есть, ее разогреваем очень долго мнем. После чего я начинаю ее раскатывать. Вот здесь я уже начала делать. Сейчас я вам покажу, как я это делаю. Так, это пока я отложу в сторону. Запекать я буду ее вместе с медальоном. Надеюсь, уже пробовала раньше, это делала, не пробовала, делала. Но сейчас лак вот немножко другой. Олки сверху покрыт. Надеюсь, что с медальоном не произойдет никаких сюрпризов. Либо можно вырезать, подстраховаться и вырезать картон такого же диаметра и уложить именно на картон. Потому что она будет запекаться, у нее будет определенная форма. И, соответственно, чтобы потом это все было проще приклеить. Буду я ее клеить на суперклей. То есть, я ее раскатываю, раскатываю в виде колбаски 3 мм, где-то примерно в диаметре. Почему именно полимерная глина не самозапекаемая, не самозатвердевая, не самосохнущая. Потому что полимерная глина дает возможность именно запекаемое делать более изящные и тонкие изделия. То есть, вот так вот я это все катаю примерно, равномерно. Стараюсь раскатать. Когда она теплая и эластичная, когда ее как следует размяла я в руках, она достаточно податлива и очень хорошо можно с ней работать. То есть, теперь я ее перекручиваю, делаю вот такую вот тесьму. Она где-то местами может быть не настолько однозначной и ровной, но меня это абсолютно не смущает. Она мне не нужна прям именно, чтобы она была везде ровной. Если уж будет сильно тонкой, то то место, которое будет тонкой, я просто беру и убираю. Резать ее надо именно по направлению завитушек, чтобы потом было проще присоединять. Либо прямо. То есть, вот так вот ее прикладываю к работе. Здесь можно так же. Не нравится мне. Слишком переусердствовала. То есть, я сейчас полностью буду это выкладывать. Потом переложу на картонку. Запекать я буду в фольге. Обязательно надо запекать в фольге. Не важно, что это будет все в духовом шкафу. Но, чтобы не было никаких испарений. А испарения от нее идут. Даже мы их не очищаем. Только таким образом это будет защищать. Во времени надо разогреть духовку. Но там, говорю, все написано. Главное не передержать. Потому что она будет очень ломкой. Здесь надо немножко осторожнее к этому подойти. После того, как я ее разогрею, я ее покрашу. А потом уже буду приклеивать к своему медальону. Вот так вот. И здесь продолжаю. В том же духе. Все оторвалось. Значит, не надо. Переворачиваем. И начинаю выкручивать. Можно попытаться повыкручивать на столе. Такая вот красотулечка получается. Получается. Чуть-чуть не хватило. Как я уже говорила, по направлению скручивания я обрезаю. Для чего это делаю. Чтобы здесь совместить не было видно линии среза. Вот. Осталось сделать маленькую часть. Вот. 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 Продолжение следует... 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 И по инструкции буду её запекать. Что я делаю дальше со своей работой? Я беру патину. Патину я беру золото, чернёное золото. Её беру на пальчик, размазываю и провожу по граням шкатулки. Можно сверху добавить чуть-чуть. Чтобы увязать их между собой, здесь можно пройтись. Если вам что-то не понравилось, то можно, она прекрасно стирается с помощью аспирита или влажную тряпочку взять и протереть. Здесь также можно, здесь, то есть по всем выпуклостям, впуклостям можно добавить этой патины. Очень замечательная штука. Дополнительный бонус на вашу работу. Здесь можно немножко добавить. Можно её добавлять уже, когда работа залакирована или до финишной лакировки. Вот она, я её всю разрисовала с помощью контура. Ну вот, такая уже композиция получилась. Шкатулка. Я уже приделала фурнитуру. Филиграни. Приклеила здесь. Вот. Ну, мне здесь осталась только ткань. Её постелить, это не самое главное, не самое сложное. Так, что касается медальона. Вот у меня то, что я сделала. И запекла. Моя задача, вам показать, как я это буду красить. Потом необходимо это будет всё установить на медальон. И я вам должна буду показать бантик. Бантик я вам не показывала. Покажу на другой медальоне, на другой модели. Сейчас задача покрасить. Красить я буду сначала в коричневый цвет. Скорее всего, я буду красить в умбру. И потом поверху проходить с золотом. Надо очень аккуратно. Вот здесь немножко отошла. То есть, потом суперклеем я это подклею достаточно аккуратно. Вот. Сейчас аккуратно надо будет это покрасить. Беру листок. На котором я сейчас это всё буду красить. Здесь достаточно тоже, вроде бы, всё достаточно просто. Беру кисть. Беру краску. И начинаю прокрашивать. Красится достаточно, ну, в принципе, красится всё очень хорошо. Потихонечку прокрашу. Где не прокрашу, надо будет на второй ровно. То есть, с другой стороны я глину буду красить. Можно покрасить не одним цветом. Можно покрасить сейчас умброй натуральной. И потом ещё добавить какой-нибудь сверху сиены. Допустим. Чтобы не было это всё однородным. И потом буду красить уже. И потом буду красить уже. Другой краской. Вот. Спасибо. И вот. все пока она не будет сохнуть я вам покажу как я делала бантик раскатываю глину мне нужна полосочка дальше с помощью линейки я вырезаю ленточку лишнее я убираю дальше я беру одну часть беру одну часть выкладываю до середины и приминаю беру вторую часть выкладываю до середины и приминаю уже потихоньку получается бантик я начинаю формировать формирую его таким какой я его хочу видеть также могу скатать по серединке сделать полосочку как у настоящего бантика вот так вот это все получается дальше могу скатать сделать ленточку таким вот образом еще ее скрутить лишнее убрать все вот такое бантик можно формировать можно сделать поэстетичнее поменьше по изящнее уже в зависимости от вашей работы от вашего медальона здесь уже можно формировать на какую-то работу но так как у меня уже у девочки есть бант здесь будет бант несколько неуместен но на нашей шкатулке очень даже это будет смотреться красиво то есть я установила бант там где он мне нужен и вместе с бантиком я запекала вот еще маленький нюанс к декору наших изделий потом когда он будет запечен в виде его можно будет красить как угодно здесь уже можно пофантазировать в любом направлении такой вот бантик быстро и легко своими руками продолжаю выкрашивать дальше декоративный элемент я взяла вот такую вот края краску сиена и теперь с помощью этой красочки я покрашу работу еще раз после того как я покрашу этой краской я могу еще на слой покрасить коричневой главное ничего не сломать постараться все продолжаю дальше сохнуть раз я крашу краской это уже идет уброженная там где попаду потом после того как просохнет мне останется пройтись патиной золотой и лаком лаком я золотирую заранее накрывать все очень просто подсохнет я вам патину покажу и лак после этого можно будет уже наносить на медальон ну все дорогие девочки подходит наша работа почти к концу я вам сейчас покажу как я обработаю патиной декоративный элемент немножко покажу как я пройдусь покрышки сразу скажу что с помощью жесткой кисточки я беру патину на нее и начинаю разносить вместо пальца почему не пальцем потому что в некоторых моментах кистью получается нежнее чем пальчиком поэтому делаю я это все кисточкой все провожу по своей глине насколько интенсивно уже каждый решает для себя как нравится можно полностью перекрыть все равно будет видна темная краска проглядывает но при этом при всем элемент позолотый все равно будет на вашей работе что касается крышки с помощью кисти также можно пройтись по краям крышки достаточно симпатично получается все дальше осталось приклеить медальон клеить его можно с помощью клея кристалл либо титан либо может быть какой-то аналог этого всего вы найдете с которым вам нравится работать саму полимерную глину лучше клеить на естественно я люблю титан но пока я его купить не могу то есть здесь между собой заклею я ее приклею с помощью супер клея уже на изделие буду клеить с помощью кристалла необходимо еще ее залакировать именно декоративный элемент делается это все очень просто с помощью лака с помощью кисти я пройдусь по самому ободку обычной кисточкой невеерной все дам возможность посохнуть и можно будет уже поставить окончательную точку на работе все вот такая вот внутри можно покрасить здесь я положу ткань ткань у меня будет наверное пан бархат синего цвета еще я это все представлю показывать как внутри декорировать я не буду есть бесплатные на ютюбе у меня мастер-классы можно посмотреть там два вида декора внутренности шкатулки с помощью ткани вот такая вот шкатулка получилась очень интересные знания которые пригодятся вам для декорирования различных видов работ до новых встреч спасибо за внимание и и и и и и и